Посмотрите на ваши ногти. Прямо сейчас сосредоточились, опустили глаз вниз и думаем, а в тренде ваши ногти или нет? Глаза вниз, потом наверх, потом в кадр на прекрасную Ольгу, которая является мастером ногтевого сервиса, которая появилась у нас в студии, чтобы вы были в тренде, ну что называется, до кончиков пальцев. Здравствуйте! Доброе утро! Давайте поговорим о каких-то современных, может быть, трендах в маникюре. Вот это осень, осень-зима или как-то... Я сейчас расскажу, что модно и что обычно клиенты предпочитают осенью. И что бессмертно. Да, потому что лето прошло, клиенты приходят, лето у нас там желтое, что-то яркое, там порисовать, поблестело и так далее. И они приходят и говорят, Оля, я хочу темное, я хочу винное, бордовое, поэтому осенью... А жизнь или на ногтях? Что? На ногтях только, да? Ну и по настроению. Да, хорошо. Вот, по версии Pantone можно заходить на сайт Pantone и смотреть, в принципе, трендовые оттенки. Это касается одежды, каких-то аксессуаров и также покрытия на ногтях. И зеленых ногтей за последние полгода я выкрасила, я никогда столько зеленых ногтей не забыла. Маленький забор, да, можно было выкрасить? Да, просто, не знаю, большой, наверное, бетонный забор. Это самый трендовый оттенок зеленый, синий и фуксия, которые на протяжении уже месяцев 6-8. Я крашу их ежедневно. Для меня это сейчас удивление, зеленые, зеленые ногти. Я не знаю, насколько это еще в тренде или нет, но был такой момент, когда все так делали, все пять пальцев разных цветов. И если вот взять верхнюю линейку и все пять пальцев сделать, вот каждый пальчик одним из этих цветов, будет очень прикольно. Мне кажется, это уместно лет до 25, ну до 30 максимум. А потом, если тебе, например, 35, 40, 45, и у тебя зеленые ногти. Это и джизм называется, дорогая моя. Нет, не бывает ограничений по возрасту, бывает только по душевному самочувствию. Если тебе это идет, значит идет в любом возрасте. Я понял. Но осенью зеленый, он, конечно, уходит больше в хаки. Кстати, классный стильный цвет, еще в матовом покрытии, очень клиенты любят. Поэтому вот основные цвета. Хорошая палитра, да. Трендовые, да. Есть еще выбрать, ну красный классика всегда. Вот, темные оттенки, все глубокие оттенки, насыщенные, синий, темно-синий, яркий. Ну классика, да, это винные, красные оттенки, они всегда очень круто смотрятся. Вот это очень классно. Вот, кстати, разные ногти. Да, и они вроде как, хочется и пастель, да, и хочется что-то потемнее. Вот, поэтому эти ногти тоже всегда актуальны и на разной форме. Абстракция сейчас нисколько четкие линии вензеля, помните, раньше все вензеля там рисовали? Ну это уже не то, поэтому сейчас в моде абстракция различная. Хочется красного, сделали абстракцию. Вообще дизайн это частая история, потому что, помните, был момент, когда все что-нибудь рисовали, лепили, клеили, вот прям вот. Чем сложнее, тем лучше. Было, сейчас нет. Сейчас нет, сейчас больше по однотонному покрытию. Ну если что-то хочется, то такое. А про форму, или мы позже к ней перейдем, тороплюсь я? Сейчас про френч, раз он у нас здесь есть. Френч, он актуален всегда белый, да, классический, но с лета по сегодняшний момент в тренде цветные френчи. То есть голубые, те же самые зеленые, фуксия. Главное, чтобы это было на коротких ногтях. На длинном миндале яркий френч, это уже нет, это 8 лет давности, да, поэтому нет, такое уже не модно. Что там дальше у нас, да, ну вот черный френч, да, узенький на короткой ногтевой пластине, это смотрится очень хорошо и аккуратно. Ньют, ньют всегда в почете, ньют это благородно, это базовые оттенки, поэтому ньют, он подойдет и офисным работникам, и вообще всем. Ну и просто классика. Да, да, ньют делают все всегда, поэтому осенью тоже актуален. Ногти а-ля натурели. Сейчас очень популярны услуги без искусственного покрытия. То есть что-то японский маникюр, в который втираются специальная пудра, паста, глянец натуральный. Даже при мужском маникюре используется просто насыщенность глянца, чуть-чуть умеренную делаем, очень аккуратно смотрится. Поэтому ногти без покрытия, главное, чтобы они были ухоженные, с маникюром и смотрелись красиво. Миндаль. Миндаль, заостренная форма, она актуальна. Вот ты сразу на меня есть. На меня посмотрите. Да, здесь матовый топ. Матовый топ, он в тренде особенно сейчас. Но я хочу сказать, что матовый, он не практичен на светлых оттенках. Матовый топ должен быть исключительно темных, либо каких-то таких глубоких. Даже если это беш, он должен быть такой не яркий, пастельный на белом пигменте, а такой более приглушенный. Потому что будет мараться очень сильно матовый топ. Все бы мастера это говорили заранее. И мне пришлось это на своем опыте прочувствовать. Действительно, он очень быстро пачкается, он как будто набирает в себя пигмент. На паста и щетка, зубы, ногти. Ну, лучше разными щетками, конечно, в идеале. Вчера выяснили, что надо грудь мыть позавчера. Сегодня выяснили, что надо ногти с зубной щеткой мыть. Что за неделя такая? Да. А, ну вот принты различные с листьями, все в таких спокойных тонах. Это тоже очень модно сейчас. Можно даже делать и на всех ногтях. Главное, чтобы это было в таких подходящих друг другу тонах. То есть не розовый, да, разные, не одинаковые. Одинаковые рисунки вообще ушли из моды. То есть если меня что-то просят, Оля, я хочу на двух, на трех пальцах. Обязательно разные. В эту сторону наклон, вообще другой принт. То есть обязательно разные. Вот что там у нас. Педикюр. Педикюр, трендов в педикюре как такового нет. Главное, здоровые ногти. Я знаю один тренд осенне-зимнего сезона. Каждый год он повторяется. У некоторых педикюр уходит в отпуск, потому что нет открытой обуви, его просто не делают. Я называю таких клиентов подснежники. Они выходят к весне, к лету и возвращаются к нам. То есть это однотонное покрытие, аккуратно ухоженные ногти. Вот что нужно. Я клиентам в зимний период советую покрытие вообще снимать и покрывать стойкими обычными лаками, чтобы нагрузки не было на ногтевую пластину. Давайте еще чуть про уход расскажу. Давайте, да. Сейчас у нас зимний-осенний период. И здесь средства для домашнего ухода, но профессиональная линейка. Я все такое компактное принесла. Сейчас вам покажу, расскажу, что самое важное. Конечно, весь уход подбирается под тип кожи. Влажная, сухая, нормальная. Здесь про нормальную. Они у нас, как правило, сухие, особенно в последнее время, когда мы стали их сильно чаще мыть, пользоваться санитайзерами постоянно. Руки же сохнут у большинства. Вот санитайзер. Я принесла санитайзер. Санитайзеры нужны на водной основе. Можете попшикать и запах попробовать, потому что он не едкий. И он совсем... Вообще, я бы сказала, он и не пахнет. Да, и он не сушит кожу. Вот такие санитайзеры в профессиональных магазинах сейчас продаются даже с парфюмерными отдушками, очень деликатно. Надо принюхаться, чтобы его почувствовать. Потом, главное, что у нас должно быть, это масло для кутикулы с такой пипеточкой. Они есть с шиммером, это с блесточками. Я вам потом дам посмотреть. В общем, масло для кутикулы. То есть даже если у тебя раз в три недели регулярно этот маникюр, все равно домашний уход это не исключает. Обязательно. Это комплексный подход и клиента, и нас, как мастеров. Сейчас зима. Лучше использовать что-то в виде воска, парафина, такое твердое. Оно жирное, питательное, на основе пчелиного воска. Очень классно смягчает кожу. И быстро впитывается. Да, быстрее, чем кремом воска. И на ноги то же самое. То есть такие консистенции очень... Нам же хочется такого смягчающего, жирненького. Вот, поэтому все на основе воска. А у вас разные тюбики для рук и для ног? Для рук и для ног, да. Или можно один и тот же? Да, здесь больше кремообразный на ноги, потому что стопа больше по площади, и втирать сложно, если что-то твердое. Руки же у нас поменьше, и мы можем интенсивно втереть. Вот. И также у каждой девушки в косметичке должен быть мини-крем. Не косметички, а сумочки. Для рук. Да, для рук обязательно. В сумочке в машине, в другой сумочке в косметичке. Да, да, везде, везде должен быть крем, потому что на улице постояли, где-то даже на заправке машину заправили, на остановке постояли без перчаток, намазали, все, дальше. И кто не любит жирность, есть классные средства, я вам сейчас дам попробовать. Это гель для ухода за кожей. Кто не любит крема, масла, кто говорит, я не хочу ничем мазать, меня раздражает эта жирность, я не могу взять потом... Да, не могу взять бумагу, телефон, мне нужно что-то, что быстро впитается, не будет отдушки, никакого блеска. Просто там специальная... А, ну он, правда, такой мягенький. ...рецептура, да, и ничего жирного нет. То есть клиент может подобрать для себя абсолютно любой вообще уход комфортный для него. Главное, чтобы что-то подобрал. Да, обязательно пользовался. Будем надеяться, что вы, во-первых, обязательно ухаживаете за руками, так или иначе, они вам скажут скоро спасибо и не будут выдавать ваш возраст. Например, это очень частая история, когда идет девушка молодая, а ручки уже не очень. Ну и, конечно, что ваши ногти теперь ну просто в супертренде. В следующий раз, когда пойдете на маникюр, не Пинтерест посмотрите, а пересмотрите этот эфир программы Новое утро. Прекрасная Ольга, спасибо вам большое. Вам спасибо.